здравствуйте уважаемые друзья вдруг мой серёжа прислал мне вот такую фотографию подёночки и попросил сделать подарочный вариант понятное дело здесь детализация должна быть очень хорошей поэтому я как обычно для того чтобы было удобно изготавливать или же включаю из и внимательно рассматриваю и изготавливаю мушку на мониторе компьютера или же как вот в данный вариант не них охота включать компьютер я ее распечатал чтобы было все время под глазами давайте приступим я взял обыкновенную иглу швейную на которой мы будем изготавливать с вами тело тело будет у нас не вязаться на крючке а выносное я в процессе буду все вам теперь уже рассказывать и у енота подобрал три вот такие вот волосинки из шерсти для того чтобы можно было мне изготовить хвостовые придатки подойдет барсук подойдет любое как говорится животное которое имеет вот такие красивые хорошие волоски нить может быть любой желательно конечно чтобы она была в тон и тонкая в крайнем случае вот как в моем варианте она может быть черная как вы видите я накидными вот такими петлями петлями подхватываю волоски их не отрезаю и теперь что нам необходимо в процессе изготовления я буду вам рассказывать чем можно будет заменить но определенные материалы для того чтобы была хорошая детализация мы заменить друзья с вами не сможем так как только лишь определенные материалы к такие как антрон или же перо cdc позволяют нашей мушки хорошо плавать поэтому это можно изготавливать как и с помощью допустим оленево меха это тоже один из вариантов так и можно изготавливать учитывая мой вариант мы будем брать перо вернее дабинг антрон я вначале вот так очень сильно развел для того чтобы мне в дальнейшем не мешало изготовление моего тела сдвинуть их больше меньше мы уже дальше с вами сможем теперь самое основное нам необходимо очень хорошо теперь скрепить вот тот материал который мы набросали так как хоть барсука хоть енота хоть козы очень скользкий материал в крайнем случае друзья мои можно использовать обыкновенную леску тоже не возбраняется но несколько хуже себя ведет леска лучше я уже показывал вам по материалам продаются специальные наборы для того чтобы можно было изготавливать вот такие хвостики теперь самое основное как вы видите оттенок наших паденок бывает абсолютно разный поэтому есть вот такие всевозможные разные наборы я вам уже показывал даббинга это и суперфайн тонкий который годится для сухих мушек так и от отдельно антрон значит вот у меня имеется два очень хороших вот таких вот даббинга это вроде бы такой как оливковый это ближе к коричневому браун поэтому мы с вами сейчас возьмем совсем немножечко немножко такого золотисто-серого так как тело у нашей паденки не бывает одного оттенка и исходя из этого мы будем периодически вот добавлять определенные как бы вкрапления в нашу мушку поэтому я к моему золотисто-серому цвету добавлю немножечко прядей коричневого так чтобы у нас было неоднородно и как вы видите я взял просто закрепил подхватил к нити ничего не делаю мы уже с вами этот вариант неоднократно рассматривали до первого касания вот прямо вот так повернули нашу нить и только лишь теперь мы можем с вами удерживая и перехватывая пальцы мы с вами сможем сформировать наше тело вот чем больше мы будем крутить тем больше у нас будет тоньше будет становиться наша веревочка дабинговая нить и я сразу здесь же закреплю полосочку небольшой кусочек люрекса следим за тем чтобы мы не нарушили наши с вами хвостовые придатки вот вышла у нас приблизительно заготовочка и теперь начинаем уже не отпускаем нашу нить удерживаем рукой начинаем производить намотку скажу вам сразу можно и один раз и два раза и три раза вот сколько вам это будет необходимо мы начинаем из этого материала формировать наше тело понятное дело что в районе там где у нас наш хвостик он несколько тоньше и с приближением к грудке становится несколько толще так как у живого нашего насекомого но ближе к грудке он у нас уже значительно темнее поэтому я беру небольшую вот такую вот порцию опять даббинга антрон или супер файн точно так же как в первом варианте подхватили и начинаем теперь уже формировать несколько темнее тело можно изготовить однородное кремового достаточно такой цвет универсальный и в то же время сейчас вот осенью более актуален так как вылет в основном происходит поздними вечерами видно очень плохо и за счет этого у нас мы выиграем с нашей мушечкой вот и все подхватили закрепили я не буду изготавливать достаточно большом таком исполнении поэтому она должна у нас быть по величине 18 20 миллиметров в этом месте где у нас уже остаток даббинга я возьму и изготовлю теперь значительно плотнее и больше своего рода такой как шарик чтобы мы могли этим шариком который мы изготавливаем закрепить потом наш весь хвостик на наш крючок можно сразу подобрать крючок по длине но учитывая то что я не хочу показывать вам такой вариант и повторюсь это достаточно старая модель которую изготавливали мне очень понравилось оскар филио как ее изготавливал в основном очень качественный получается экземпляр работает хорошо скажу честно не убиваемый вроде бы вы сейчас скажите намотали даббинга достаточно быстро рыба в том числе хоть хариус хоть форель очень быстро это все растреплет нет и я беру теперь вот наш люрекс выберем для себя определенный шаг который нам необходим и мы с вами просегментируем добавив дополнительно еще немножечко привлекательности нашей паденочки до места там где мы оставили нашу нить и здесь уже окончательно мы закрепим все материалы удаляем наш люрекс он нам уже не нужен в этом месте как ни странно будет достаточно вам неудобно но учитывая то что я в инструментах уже неоднократно показывала рассказывал как можно изготовить узловяз самому я беру вот тот узловяз который мне позволяет на таком расстоянии сделать завершающий узел на этом этапе у нас все теперь мы с вами должны взять лак клей который вот в моем варианте это друзья не реклама но по характеристикам и так как он больше присутствует у нас на рынке я им пользуюсь и достаточно как говорится доволен это лак клей глубокого проникновения чем он отличается других лаков потому что он как понятно в названии к тому же еще и клей и нам необходимо вот вот так взять по плоскости добавить не усердствуйте сильно чтобы не получился у нас такой клеевой непонятный сгусток значит почему я делаю нижнюю верхнюю часть потому что это та часть которая будет соприкасаться с водой и дополнительно у нас будет хорошая плавучесть и у нас с вами должен выйти вот друзья такой вариант тело теперь остается только лишь подождать пока это все у нас хорошо подсохнет и подобрать крючок соизмеримый с нашей паденочкой пока сохло наше тело вот которое мы с вами изготовили кстати вы неоднократно спрашивали она достаточно подвижная за счет этого клея и больших у нас проблем не возникает для того чтобы можно было придать какую-либо форму я подобрал крючок как положено как обычно изготовил глазки из лески и посадил слегка на клей промазал все цевьё для того чтобы последующим который материал мы будем крепить он у нас не прокручивался значит что касается крючка друзья мои крючок можно подобрать практически любой который вы допустим для себя сочтете необходимым можно и взять допустим как я в своем варианте я использую можно взять лс к 3524 гамакатсу вот можно взять f22 этой же серии гамакатсу но я в основном очень люблю серию эту же лс к 3524 то есть там мы можем уже выбрать для себя те габариты крючки которые нет можно можно взять в любой подходящий и с помощью как я уже неоднократно показывал зажигалки и утконосиков придать любую форму если нет того который вам нужен ну и теперь давайте будем дальше изготавливать я пока материалы не убираю вот так слегка подкинул посмотреть теперь мне необходимо те пропорции которые я хочу соблюсти в своей мушке учитывая то что грудка должна составлять приблизительно ну значительно меньше моего хвостика и мы должны здесь с вами еще умудриться закрепить лапки и крылышки поэтому мы ее изготовим ну слегка как бы удлиненной это не повлияет ни на рыбалку ни на что вот приблизительно такое тело мы изготовили остатки теперь уже наших материалов удаляем и обязательно я неоднократно показывал это не панацея используйте любой клей который хорошо раб держит в воду это же время достаточно быстро сохнет и обладает эластичностью можно нанести лак это тоже которым мы пропитываем головки все остальное это тоже хорошо у нас скрепит теперь что нам еще необходимо у паденочки грудка получается достаточно выразительная и чтобы мы могли дальнейшем с вами изготовить лапки и саму грудку я подготовил небольшой кусочек вот такой пенки чтобы мы могли сверху наложить как танцер чехлик вот я покажу вот так издалека это я нашел в блокнотах которые продаются в наших магазинах обыкновенный блокнот в которых мы ведем записи пощупал вот так саму обложечку блокнота она показалась мне достаточно мягенькая разобрал его и получил вот такой материал закрепим здесь нашу пенку можно использовать из наборов то есть это не имеет никакого абсолютно значения как вы видите я не доматывая до нашего тела так как мы с вами должны еще здесь подхватить хорошо даббингом все этого достаточно никуда она у нас не денется теперь нам надо изготовить грудку грудку я буду изготавливать из несколько темнее вот такого больше как коричневого даббинга суперфайн без добавления каких-либо украшающих элементов так же как и всегда я вам показывал наносим только лишь на нить распределили материалы и до первого касания нашего даббинга после этого начинаем прокручивать на нашей ниточке и дальше уже сформируем здесь шарик обычно я приподнимаю немножечко хвостик для того чтобы у меня более симпатичная была моя нимфочка поэтому вы посмотрите сами если изгиб крючка вот как в моем варианте позволяет это выполнить вот немножко мы вот так приподнимаем и устанавливаем его вот в таком положении годится теперь нам остается только лишь спрятать следы крепления нашего нашей пенки и подходим к самому основному элементу это ножки ножки можно изготавливать из чего угодно но я допустим предпочитаю сделать вот такие небольшие узелочки и потом мы с вами сможем подрезать так как нам необходимо будет для того чтобы создать иллюзию тех лапок которые есть у нашего насекомого первую значит первую пару лапок закрепим сразу здесь же где мы с вами закрепили пенку подхватили ничего пока дальше здесь мы не выравниваем потому что сейчас мы должны с вами их симметрично установить и только после этого мы должны уже окончательно развести и закрепить наши лапки вот приблизительно так мне будет достаточно следим за тем чтобы длина была хотя бы приблизительно одинаково по большому счету на поклевки это не влияет а эстетически желательно чтобы это было более менее симпатичным опять проматываем разводим наши лапки вот и оставляем таком положении эту часть мы можем уже с вами отрезать чтобы она нам не мешала в дальнейшем мы все лапки потом с вами подровняем это уже не является столь принципиальным но подходим теперь к очень важному моменту это крылышки я уже вам показывал что существует имитация поденок вот у меня имеется вот такие допустим крылышки вроде бы как безобразные но достаточно хорошо работает с антроном это упрощенный вариант есть еще проще вариант это когда только обозначается вот так вот силуэт нашей поденочки есть вот я изготавливал такой бюджетный вариант нашей поденки достаточно хорошо рабочий есть уже более такой изысканный вариант когда как вы видите уже больше она напоминает нам изысканную такую поденочку поэтому как как вы будете изготавливать крыло это уже не столь принципиально я по просьбе вашей буду сейчас крыло изготавливать вот из такого материала как пластикрафия я подобрал как вы видите вот она немножечко как слегка золотисто-оранжевого цвета и разровнял полоску аккуратно и оторвал ту ширину которая мне необходима длина для нас данный момент не играет никакого значения главное подобрать по ширине наше крыло которое мы потом с вами сможем аккуратненько аккуратненько подрезать вот как вы видите если мы будем подстригать подрезать наше крылышко вот этой более узкой полосочки которую я отобрал нам будет вполне достаточно выбираем необходимое количество длины желательно взять запасом так чтобы потом у нас не было проблем и делаем следующую операцию и обычно слегка увлажняю пальцы для того чтобы хорошо хорошо разровнять нашу пленку выполнили разровняли значит дальнейшее так чтобы ее окончательно хорошо выровнять к этому не надо стремиться и теперь приблизительно делим пополам и вот место где будет у нас крепится крыло я вот таким вот образом с двух сторон начинаю сближать материал слегка скомка в его должен выйти у нас вот такой бантик для удобства обычно берут делают петлю а потом начинают подставлять ну я вам покажу немножко другой вариант мы вот в таком исполнении подводим нашу нитку так чтобы она находилась в том месте где будет у нас крепится крылышки как вы видите вот эта же петля и теперь мы с вами должны ниткой без даббинга очень аккуратно так чтобы не захватить наши лапки захватить вот так крылышки значит сильно сжимать их я не рекомендую так как нам необходимо будет потом произвести развод крылышек и промотаем немножечко теперь уже спереди пока ничего не трогаем не формируем не крыло вот то что мы сделали закрепили этого будет вполне достаточно единственное это почему я промотал спереди мы должны слегка как бы назад подать эти крылышки так как они передняя часть у нас имеет на определенный наклон и мы с вами это изготовили ну и теперь остается опять нам берем также из пера который мы нашего охотничьего фазана берем вторую пару лапок без даббинга и начинаем ее уже крепить следим за тем так чтобы они у нас хотя бы приблизительно располагались так как нам нужно мы потом процессе я покажу как исправить все положение лапок если мы в чем-то с вами ошиблись также подхватываем слева справа подровняли их по длине посмотрели вполне все меня устраивает и только лишь после этого мы должны с вами подхватить наши лапки годится и теперь слегка промотаем глазкам остатки пера из которого мы изготавливали лапки и удаляем так чтобы они нам не мешали вот здесь необходимо соблюдать осторожность чтобы мы не уже не отрезали ничего здесь лишнего и теперь что вот понимаете мы довольно часто используем вот крючочки вот такие когда отрываем я обычно не выбрасываю перо она у меня пойдет для изготовления моего лапок ручейника возьмем теперь опять совсем-совсем немножечко но я беру другого оттенка даббинг можно одним и тем же можно пером cdc это не не принципиально главное чтобы был хороший плавающий материал вот это самое самое главное аккуратно уводим до первого касания подхватили мы с вами должны теперь не только наши вот лапки хорошо чтобы они у нас держались но и немножко промотать вот этот развод который мы с вами изготовили у нашего крыла следим за тем чтобы наши лапки по праву помогаем помогаем немножечко нашей даббинговой иглой так чтобы мы их никуда с вами не затащили вот так аккуратно и проматываем теперь уже формируя ту часть где у нас будет сама грудка не забываем подматывать даббинг вот как вы видите вот такую такого количества недостаточно поэтому я добавлю еще и промотаю вот мы с вами добавили даббинга закрепили еще дополнительно передние сделали лапки и я коричневым маркером который вот такой подкрасил немножечко свою пенку так как потом процессе мне будет неудобно ее подкрашивать в коричневый можете сделать с точечками как вам будет удобно и теперь мы с вами должны очень аккуратно следить за тем чтобы наши крылышки никуда не убежали и нашу пенку должны вот такой притяжной петлей подхватить не доходя до колечка подымаем промотаем теперь немножечко перед самой пенкой промотаем еще пенку и вот только после того как мы с вами окончательно закрепим пенку но для начала мы должны с вами нитью которую монтажная мы с вами изготавливаем промотать нашу пенку так чтобы не попали наши лапки где глазки для того чтобы могли выделить у нее хоть и незначительная голова но имеется и теперь остается только лишь одно как вы видите вот такая вышла у нас незатейливая конструкция подрезать наши крылышки установить их как положено удалить материалы и немножечко оккультурить вот друзья мои мы с вами почти закончили почему говорю почти потому что я это сделал а теперь покажу расскажу вам значит как вы видите вот лапки у нас были вроде бы аккуратненько старались а все равно вышли так что торчат непонятно куда для того чтобы их упорядочить я обычно всегда использую обыкновенный вот такой пинцет но любой который сможете вы подобраться так чтобы подогнуть лапки и что я делаю я беру допустим для начала захватил как мне нужно и удерживая придавил придал форму куда мне должна направляться моя лапка и вот она остается в таком положении после этого я беру иглу и на вот место где мой был угол зажат я наношу небольшую капельку лака вот такого монтажного процессе высыхания сами понимаете лапка коленка фиксируется и у нас остается уже окончательно готовая вот в таком варианте как вы видите достаточно немножко хлопотно но в то же время все это можно заменить и изготовить из других материалов я достаточно изготавливал показывал вам всевозможные имитации крыльев то есть у вас есть возможность для себя подобрать и выбрать ну я думаю не совсем но близко рыбу как говорится мы сможем обмануть так что благодарю вас за внимание до скорых встреч друзья